Я сейчас буду делать маникюр-педикюр. Нравится мне этот салончик, иногда прихожу. Маска надевает. Убираю светлака на ногти, на ноги. Сегодня пятница, я перед этим снимала небольшой мой маникюр, вернее, как большой. Сегодня пятница, чуть не врезалась только что. Это издержки профессии блогера. Я взяла отгул, чтобы расслабиться, скажем так. Потому что я устала после нашего отдыха в деревне. И я взяла отгул, чтобы сделать дела. Отправить посылки в деревню. То, что я насобирала. Книжки купила. Всякие для рукоделия штучки. Всякое такое. В библиотеку. И это все отправила двумя посылками. Отправление у нас, конечно, не дешевое. Почта России жжет. Но ничего, мне не жалко. Главное, чтобы там всем все понравилось. Вот. Так что отправила посылки. Сделала маникюр. Маникюр я сделала шелак. Внимание. Для людей с аллергическими реакциями на шелак. Я не знаю, каким чудом мне делали СНД. В общем, я и на ногах, и на руках сделала френч. И это просто... Дайте очки сниму. Это просто невероятное чудо. У меня никакой аллергии нет. Видимо, у меня аллергия была на то, что... Вот на смывку. То есть, то, что я снимала жидкостью лак. Видимо, на эту жидкость у меня аллергия и была. Видимо, я все сожгла себе просто. Я не знаю. Но, в общем, сначала, когда мне делали педикюр, ну, обрабатывали ноги, я думала, ну, обычным лаком покрыть. Потом Астапа понесло. И я говорю, нет, давайте, потому что на ногах у меня аллергии не было, давайте на ногах шелак. Френч. Окей, сделали. Все. Руки начали обрабатывать. Обработали руки. Я думаю, ну, тут я сделаю точно обычный лак покрою. Потому что, ну, блин, боюсь все-таки. Хоть Олька и говорит, попробуй, попробуй. Может, у тебя прошла эта аллергия. Я, в общем, все равно боюсь. И говорю, нет, нет, не буду делать. В итоге, короче, Астапа понесло дважды. Я говорю, а давайте уже пофиг, будет аллергия. Будут пальцы сардельками все до мяса раздерется. Я хочу шелак. Я не могу больше без него жить. В итоге все сделали. Никакой реакции, ничего. Подпилы такой. Я не знаю, может быть, не дай бог, попозже проявится. Но пока как бы у меня вот все нормально. И я, в общем, я так волновалась, когда мне делали. Потому что я уже просто ждала, когда эта штука у меня пойдет. Когда мне очень зудеть пальцы, когда мне начнется больно. И просто вот, ну, на свой страх и риск я, короче, делала это все. Надо было это все, ну, я все сняла, короче, ну, так, фрагментами. Надо вообще весь день было снять. Но я с этой почтой, я приехала сначала. У них сейчас туда двух обед, я знала. Я думала, что я приехала где-то к началу первого. Я думала, что я успею. А там оказалось, короче, в посылку больше десяти килограмм нельзя. Я туда напихала в 15 килограмм всего. И, короче, мне пришлось расформировать. Они уже начали закрываться. И я, в общем, ничего не успела. Я успела только одну посылку отправить. Сейчас вот я ездила после маникюра вторую отправлять. Вот, потому что у меня маникюр был на два. И сейчас что-то меня расслабляться, так расслабляться. Я еду в КФС. Мне что-то захотелось этих не ребрышек, а этих крыльев. Крыльев острых. Поэтому я еду в КФС. Сейчас я куплю, потом дома сделаю салатик какой-нибудь овощной. И захомячу эти крылья с салатом. Не люблю я в выходные готовить для себя, для родных, для мужа, для мамы. Я готовлю, не вопрос. Но для себя я не люблю готовить. Поэтому я ем всякую гадость в выходные. И мне, в общем, мне нравится. Так. Ну все, подъехаю. Что будем брать? Острые крылья. Девять штук. Двести рублей. Окей. Куски. Байтс. Крылья, да? Нет. Куски. Что я брала? Господи, тогда-то. Ё-моё. Я забыла. Что-то вкусное брала. Или куски я брала. Ну давайте крылья возьму. Может я куски брала? Не помню, короче. Я когда-то давно что-то брала. Вообще я в выходные ем в маке. Ну или какой-нибудь такой. Кружки картошки, например. Хотя я и днем в этом ем. Господи, кого я обманывала. Поэтому у нас KFC тут на культуре. Ну давай, чувак, двигайся. Очередь-то. Ну, тут огромная все время очередь. Просто это неимоверно. Тут все время огромное количество народу почему-то. Именно в этом KFC. Очень странно. В общем, вот. Дальше план действий на день. Я не знаю. Какой-то микро-влог. Может быть я что-нибудь еще другое поснимаю в другой день. И соединю это в один влог. Вот. Пришла у меня коробочка L-Box. Обзор скоро будет. Помадка там такая не чешная от Vivienne Sabon. Она довольно яркая. Мне она ярковата. Но она ничего такая в целом. Вот. И парфюм там какой-то прикольный. Не помню название. Такой не очень распространенная марка. Вот. Что еще? Какие новости. В общем, я что-то так устала. Какой-то выходной, не выходной. И я, в общем, бегалась, забегалась, убегалась. Вот. Вот. Чего тут еще? Я думаю. Может еще что-то в последний момент взять? Да нет. То есть я снимаю, непонятно как. В общем, да. Что вам еще рассказать? Наверное, все. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Дома тут не видно, но там мои родные пенаты. Все жизнь здесь выросла. Мы сменили три квартиры и все вот в этом микрорайоне. То есть с разницей в улицу. Все время. Шелак. Давайте покажу шелак. Ну, в общем, как-то вот так вот мне сделали. Мне нравится салон. Я хожу в салон маска. То есть, ну, как я хожу? Это громко сказано. Я хожу в него раз в два года. Ну, вот как сейчас. Я в два года назад последний раз там была. Мне нравится там мастер Полина, такая девочка. Очень любит это, видимо, дело. Очень видно по ней, как она скрупулезно все делает. Вот. Но сегодня, мне кажется, она от меня устала. Потому что я пришла-то совершенно с одной идеей. А... Ой, грязно. Совершенно с одной идеей. Просто с обычным лаком. И они на меня время-то меньше оставили. А потом меня-то понесло. И я говорю, нет, давайте шелак сюда, давайте шелак сюда. Она вздохнула и сделала. Ну, потому что никто не рассчитывал на то, что я решусь. Я сама не рассчитывала на то, что я решусь. Но я решилась и довольна. Как вообще? Как вот сколько? Полтора года назад у меня была аллергия. Это началась. Я перестала делать. Как полтора года назад руки. Не помню даже, что между этими делами было. Тогда френч был, сейчас френч. Довольно миленько. Я рада. И на ногах френч делала. Хотя не очень часто делаю на ногах. Ну, так, мы к кассе подъем. Пробки. Я совершенно забыла. У меня-то выходной сегодня, а у людей-то пятница. И все едут за город. А тут выезд у нас из города. И ой. В общем, да. Парикольно встали мы. Вот мой ужин. Крылья. Салат. И секс в большом городе. Он выключился, когда я включила съемку видео. Так что вот так. Второй день этого влога. Я практически не накрашенная. Накрасила только ресницы чуть-чуть. Не смогла удержаться. Не подконсилерить чуть-чуть. В общем, я еду за город одна загорать. Фил на работе. Мама на работе. Все на работе. Олька уехала. Я еду загорать. Набрала кучу, целый пакет, мешок всякого добра. Вот. И там полотенце. Ну, не полотенце, а покрывашка. Всякие от загара штуки, пшикалки. Сейчас заеду на заправку. Куплю. Бензин у меня вроде есть. Куплю журнал, водичку. Вот. И, в общем, залягу. Ехать до солнечного. Я обычно в солнечном загораю на ласковом пляже. Конечно, далековато. Можно к нам туда на озеро выйти, на Ольге Форж. Но я как-то люблю туда ездить. Там, да, народу, ну, немало, скажем так. Но все равно мне там нравится. Рядом с финским на берегу, как бы считай, моря нашего местного. Вот. И что-нибудь, может, поснимаю. Покупила лог, какие-то печенюшки, водичку. Ну, мне кажется, пока я доеду, будет уже... Солнца нет. Вон, 14.34, что я поздно выехала. Каждый год наступает лето, и каждый год я забываю, что тут пробки по выходным. Господи, я не знаю. Я, короче, приеду уже. В общем, едем в пробки. Прервался. Прервалась запись на звонок. Фил позвонил. Ну, вот. И постоянно такая вот пробища. Тут просто ехать можно, я не знаю, полтора часа. А когда без пробки, можно долететь минут за 30. Короче, я все время об этом забываю. И все время в это попадаю. Ну, ладно, стоим, что делать. Это было самое наиглупейшее решение сюда поехать. Я еду уже, наверное, часа полтора как раз. И я еще не доехала. Там вот, если видите, там еще туда пробка. Боже мой, все. В жизни больше не поеду сюда. Сколько лет езжу и все забываю, что тут эти пробки. Даже неделя разница, все равно я забываю, что там пробка. Я все равно опять еду. Я опять стою. Надо хоть раньше выезжать, а то, блин. Короче, я приеду в 4 часа и все уже. А в 6 обещают грозу. Короче, я просто... Лох это судьба называется. Хоть вид красивый. Печеньки я начала есть. Тут шоколадка между ними и мюсли. Печенька, шоколадка и мюсли. Ой, чувство голодное. Такие вот печеньки. Как всегда, проблема с парковкой. Это просто... Ну, я приехала, но тут нигде не встать. Я чувствую, что я просто назад поеду. Полный отстой. Там невероятно фартануло. Я просто уже отчаялась. Думаю, все, пошло все нафиг. Я еду обратно. И вдруг чувак выезжает прямо вот тут рядом. Я крутилась на парковке. Ура! Это называется... Просто человек удачка. Гроза начинается. Я надеюсь, что она не начнется. Короче, это вообще капец. Ненавижу, блин, столько ехать и попасть в эту жопу. Извините за ворожи. Народу, конечно, тьма. Невероятная. Кофик, песочек хоть тепленький. Застрял опять, не тянет. А ты ее не тяни. Не тяни сейчас сама. Подожди. Не-не-не, она опять... Все, окей. Дышите. Пофигу. Просто посижу тогда без загара. Хотя хотелось. Я говорю, она такая, иду. А мне навстречу толпа народу, а в ту сторону. На пляж никого. Но все равно тут много народа стало. Не знаю, всем грозит. Кстати, петикюр вот я сделала какой-то. Блин, это конкретно не мой день. Пошел ливень. Я только пришла, только села, легла, пошел ливень. Такая гроза такая сильная. И второе доказательство, что не мой день. Я купила кукурузу, короче, я все-таки ее поела. Но она какая-то недоваренная, сырая какая-то. Слишком она уж. Хрустящая такая. Меня залило. Я, короче, вся мокрая. Добежала до машины. Ох. Не переезжайте в Питер, кто не любит такие смены погоды. Потому что это невозможно. Вот солнце, солнце, потом бац, и дождь пошел. И все. Его можно зарядить и надолго. Короче, я вообще ужас какой-то. Но вы меня в деревне еще хуже видели. Так что, ну что, еду домой. Зашибись просто вообще. Целый день впустую. Я очень зла. Блин. Я люблю, конечно, Питер очень сильно. Но погода это убийственно. Хотя, не знаю, может быть, везде так. Мы вон в Тверской в своей были. Так там тоже дождь, солнце вышло, дождь, солнце. Но у нас слишком много дождей. Слишком много. Это очень плохо. Для организма отсутствие солнца пожизненное. Да. Бедный. И конкретный не мой. Просто я ела кукурузу и брызнула кукурузой в зеркало. Молодец. Пробка. Пробка обратно. Голова болит. Есть хочу. Ну, в общем, да, лучше бы я сидела дома. Я еду к Филу на мероприятие. Ему и брату его купила коробочки, лапши, воды, блинов. Короче, еду. Кто в Питере может быть узнает это место. Сейчас там вот с Аушкиным будет. Сейчас я на торфяной дороге стою. Сказать одну вещь. У меня пришла коробочка Эльпокс и... Сейчас попробую вот так, чтобы видно было. И... В общем, там была маска положена. Я, естественно, эту маску опробировала. Вот. Вот. Причем марка очень мне нравящаяся. Хорошая марка. Левитазон. Левитейшн. Как-то так она. В общем, я не знаю, как ее правильно читать, как всегда. Вот. И, в общем, эта маска мне такой ужас на лице сделала. Ну, я, конечно, сниму видео. Ну, я просто грешу на нее. У меня вот тут вот мелкими-мелкими пузыриками все пошло. Все лицо, короче, мелкими пузыриками. Не прыщиками, а вот как будто там вода скопилась под кожей. Короче, вообще кошмар. Я не знаю, я сейчас, конечно, на ночь мажу маслом Кадали, которое мне однажды помогло от подобной штуки. Я супер натуральным этим и фрашевским кремом под глаза намазалась. И, в общем, у меня такая аллергия только на глазах. Все глаза такие были. Проходила, не знаю, недели две, наверное. Вот. В общем, она такая маска супер тоже натуральная. Из коробочки Green Box. Ой, не L-Box, а вот из Green Box. Просто у меня и L-Box, и Allure Box. В общем, все вместе. И вот из коробочки Glam Box, которая такая натуральная, Green Box, вот оттуда. Маска эта была. В общем, не знаю, ужас она мне сделала. У меня вот тут вот, ну, так не видно, но вот тут все вот в таких вот мелких точечках. В жизни видно очень сильно. Ничего толком не накрасится, потому что косметика еще больше увеличивает их наличие. Еще больше их видно становится. В общем, кошмар. Я очень опечалена этим фактом. Вот. Ну, ничего, лечу. В прошлый раз от таких штучек мне Кадали очень помогло масло. Так что будьте осторожны. Она такая белая, с зелененькими какими-то такими штучками. Но я еще потом покажу. А так все остальное очень прикольное. Но вот эта маска дала такой антиэффект. Экосолшки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok